Японцы научили нас складывать майки в ровные плоские прямоугольники. Хранить так майки удобно, и они очень красиво и аккуратно выглядят на полке в шкафу. Складывать майки таким способом очень просто. Берете майку и в три движения делаете раз, два, три. Вуаля! Готов ровный и плоский прямоугольник. Майка складывается сама. Все понятно? Я думаю, не всем. Поэтому давайте посмотрим подробнее, что происходит с майкой при этом. Сначала у нее складывается бок пополам. Бок вместе с рукавом загибается вдоль назад. Затем вся майка складывается поперек пополам. И последним движением второй бок загибается назад также с рукавом. С лица у нас получился ровный красивый прямоугольник. Но при этом способе складывание вдоль и складывание поперек пополам делается всего за одно движение. Теперь посмотрим медленно по шагам, как делается движение в этом способе. Находим точку наверху. Это будет точка сгиба. Проводим от нее линию вниз. Две этих точки в нашем движении будут накладываться друг на друга. Дальше мы находим на воображаемой линии точку середины. Ее нужно защипнуть. Таким образом у нас будет обеспечен долевой изгиб и точка, вокруг которой будет складываться пополам. Расправляем майку, раскладываем ее ровно, захватываем верхний край в намеченной точке, захватываем середину, защипываем. Теперь руку с плечом переносим вниз к намеченной нами точке внизу. Видите, вокруг указательного пальца уже получился сгиб. Внизу засовываем под низ безымянный палец. Там тоже будет сгиб. Теперь, держа эти две точки, аккуратно вынимаем руку с защипнутой серединой наружу и выправляем сгиб. У нас получился одновременно сгиб вдоль и сгиб поперек. Одним движением расправляем майку так, чтобы она лежала плоско, задней стороной вверх. И последним движением складываем ее от себя, так, чтобы получился сгиб вдоль другого плеча. Все, получился аккуратненький ровный прямоугольник. Теперь то же самое, но быстро. Раз, два, три. Ровный, прекрасный прямоугольник. Так можно складывать любые маечки, от детских до мужских, и хранить их очень аккуратными ступками. Смотреть приятно. Вуаля. Продолжение следует...